Расследование обстоятельств нападения на съемочную группу нашей телекомпании 21 марта не расследуется. По крайней мере, полиция не сообщает нам о каких-либо следственных действиях. Собирать материалы приходится самостоятельно. Выявлены новые подробности. От нашего приезда на место конфликта в Преображенском парке до нападения на оператора прошло всего минут 10. Мы успели снять несколько кадров и начали записывать интервью сотрудника фирмы «Платон-М». На основании документов он доказал незаконность решения исполкома о сносе забора предприятия. Мы показываем ухвалы суду, что мы судимся, несмотря ни на что. У нас есть обжалование на них. Они пришли и говорят, что мы закон, нам чхать на ваши суды, нам чхать на ваши ухвалы. Мы будем демонтировать забор, потому что у нас есть приказ горсовета демонтировать все. Вот что мы. Платон-М. А они, знаете, распоряжение? А там написано, смотрите, согласны. Подождите. Кому оно было? Кому распоряжение? Это решение. Правильно. Покажите, на кого? Здесь написано. На Платон-М. Как ОПП, правильно? Платон-М. А ну, покажите. Платон-М. ПП, а мы, смотрите, а мы ООО Платон-М. Они даже документы подделали. Сносить забор выставочного комплекса, чтобы отобрать законно арендуемую территорию, вместе с представителем исполкома и рабочими, явилась группа боевиков. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения. Факт преступления доказан. Налицо признаки трех уголовных правонарушений. Применение физического насилия, препятствование журналистской деятельности и нанесение материального ущерба телекомпании. По какой статье полиция ведет уголовное производство, нам до сих пор неизвестно. Следователь молчит. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания КРУ.